I have ways of blowing things off. Пожалуйста, приятного просмотра. Поехали сразу в новую игру. Я ничего пока что не делал, только переставил язык. Потом будем уже настраивать звук, подстраивать, как и на что будет. Поехали. Картинка была на столе, фотография. Так, 3 июня 89 года. Город Велваш, величайший союз. Величайший союз, ну да. Очередной вождь. Очередной союз. Все, чего Фрэнк хотел от жизни, это хорошую работу, семью и жилье. Ему повезло. Он все это получил. Но получив все, можно так же легко все потерять. Постойте. Что это? Этого тут не было. Фрэнк такого не сохранял. Кто влез в компьютер Фрэнка? Спейс. Резис. Если кто-нибудь это увидит, у Фрэнка будут крупные проблемы. Файл нужно удалить. Фрэнк отчаянно пытается избавиться от... Я не знаю, что там должно было быть дальше. Мне сказали delete, я нажимаю delete. Кажется, все-таки пронесло. Но... нет. В министерстве ничто не остается незамеченным. Тотальная слежка. Ничто. Фрэнк попал в беду. И единственным выходом для него было заключить сделку. Я Фрэнк Шварц. Настоящим с радостью и по собственной воле соглашаюсь предложить сериал величайшему союзу. В качестве преданного осведомителя и покорного слуги. Слава великому вождю. Слава Арстотске, блин. Фрэнк взял ручку и подписал лист бумаги. А что будет, если я не подпишу? Погодите, а что будет, если я не подпишу? Я понимаю. Но что, если я не подпишу? Я не хочу. Нет. Нет. Неа. Нет. А прикиньте, это секретная концовка. Черт. Ну нет, не хочу. Не, это уже пошло по кругу. Сейчас я подожду еще одного замечания, если что, подпишу все-таки. Хотя не хочу. Просто для протокола. Ясно. Это все пошло по кругу. Сделку с дьяволом. Дни, когда у Фрэнка было все. Прошли. Вернутся ли они? В такой стране вряд ли. Хотя, все зависит от нас, правильно? Ну что ж. Что в первом, что во втором бихолдере у нас был курс на разрушение страны. Так. Поговорите с Эрнстом Мюллером. Так, хорошо. Хорошо, минутку. Мне интересно, что такое В. Полико. Начинай сначала. Хорошо. Вроде как, Ф. Поговорить. Да. Что это значит? Где мы? Я как-то дальше? А. Вопрос неправильный, Шварц. Правильный вопрос? Где тебя нет? А нет тебя в шахтах. И нет тебя в тюрьме. А почему тебя там нет? Потому что... Потому что я не виновен. Вечно одни и те же оправдания. В прошлом таких предателей, как ты просто расстреливали, Шварц. Сейчас все стало слишком... Все стали слишком добродушны. Но все еще снова изменится. А семью мою зачем сюда привезли? Меня ведь уже уволили. Пожалуйста, отпустите нас домой. Это твой новый дом, Шварц. Времена особых привилегий и частных домов прошли. О-ка. Ну... То есть ты предпочел бы шахты? Тогда следуй за мной. Управление. Подключено устройство. Перемещать Фрэнка. Это понятно. Нажимаете удерживать кнопку бега, чтобы быстрее добраться до местного назначения. Это знаете, что мне напоминает? Раньше было такое, как мужчина и женщина. А сейчас очень сильно избегают этих понятий. Ну, вы знаете, почему. События последних пары лет. Так вот. То же самое. Раньше говорили. Вот. Используй WSD для того, чтобы ходить. А потом тебе говорят такие. Используй Shift, чтобы бежать. А здесь они такие. Используйте подключенное устройство для управления. Нажмите и удержите кнопку бега. Ладно, я посмотрел в управлении, какая кнопка бега. Это, в принципе, логично, что это Shift. Ну, почему бы здесь не написать WSD или Shift? Причем, замечу, что контроллер у меня не подключен в данный момент к компьютеру. То есть, единственное средство ввода — это клавиатура. Можно было бы это... Ну, то есть... В значении, кламишь. Можно изменить в настройках. Да, это я знаю. Я могу бегать. Я совершу побег. Фиг. Вон моя семья, кстати. Ну, чё, идём за этим уродом? Добро пожаловать на новое рабочее место. Мы сделали тебя управляющим этого дома. Я, на самом деле, пока что не понимаю... Ну, величайший союз — это какая страна? Как-то всё связано, не связано с предыдущими частями. То есть, первая и вторая части у нас были очень сильно связаны. Нам об этом история Карла говорила. А как здесь будет происходить, я не знаю. Будешь заботиться о жильцах и заведовать хост-частью. Рабочий день начинается прямо сейчас. Стреливную машину нужно регулярно чистить от накипи. Вот, возьми средства. За работу. Ну, я же гослужащий. Я разбираюсь в банках, письмах и прочих бумажках. Не в бытовой технике. Тогда искренне надеюсь, что ты быстро научишься, Шварц. В противном случае, всегда остаются шахты оголя. Разгребать можно и без техники. Но я... Я жду. Взаимодействия. Вы можете взаимодействовать с большинством объектов в этом мире. Они выделены рамкой «Спасибо». А, пробелы не могу. Ладно. И если возможны различные взаимодействия, то вы можете выбрать необходимые действия. Это мы знаем. Используйте меню для доступа к инвентарю. Это мы знаем. Итак. Здесь мы видим лучший друг всех стиральных машин. И можно посмотреть, можно средства от накипи. Я могу посмотреть на эту штуку. Получено денег 100 баксов. Ну, местных, я так понимаю. Итого у меня 120. Это я обыскал там пусто. Хорошо. Внизу, кстати, дата, время. Перемотка, пауза. Пауза это пауза игры. Стираль машинка очищена. Стираль машинка очищена. Ну вот, немного физического труда еще никому не вредило. Машинка оказалась в таком плачевном состоянии из-за того, что твой предшественник ее не чистил. Твою предшественник? И где он сейчас? В шахтах. Иди за мной, Шварц. А, я на паузе. Неплохо. Игра на паузе. Я смог с ним поговорить. О, это установка камер. Понял. Ну, давай. Также в твоей обязанности входит регулярное опорожнение мусорного контейнера и подлив масла в систему отопления. Тебе что, особое приглашение нужно? Ну что, простите, я должен сделать? Опорожнить мусорный контейнер, залить топливо в систему в соседней комнате. Желательно сегодня, Шварц. Ом да. Ладно. Шевелись, салага. Так, ладно. Недвижимостью Фрэнк должен каждый день выносить мусор, чистить стиральную машину от накипи и заправлять систему от... А где я буду брать каждый день средства от накипи? Блин. Я понял. Если над прибором появляется символ склизального знака, Фрэнк должен позаботиться об этом. Для этого вам понадобится средство для удаления накипи или топлива для системы. Ну вот в том-то и дело, где их брать-то каждый день буду. Выберите соответствующий значок, например, шестерни или мусорный пакет, чтобы завершить задание. Понял. Ну, допустим. Мусор я вынесу. Мусорный бак. Инвентарь Фрэнка. Коптит небо. Так, это я... Ну, выбросить. Что-то это было немножко нелогично. Хорошо. Можно кнопками, можно мышью. Залить вот таким образом. Ладно. Топочное масло. Топчик. Я закончил. Тебя поражил мусорный бак и забрал систему отопления. А закончишь ты, когда я скажу, Шварц, за мной. А я быстрее тебя. А я быстрее тебя, лошара. Хе-хе-хе. Ладно. Типа, в этой дыре мы жить будем? Ты и твоя семья отныне живете в этой красивой и просторной квартире. Великий вошел к вам великодушен, как по мне, даже слишком. Ты, наверное, думаешь, такая хорошая квартира, чем же это заслужил? Так. Ответ пока... Ответ пока ничем. Тебе еще предстоит доказать, что ты ее заслуживаешь. Я, наоборот, думал о том, насколько наш предыдущий дом лучше. Что, прости? У вас тут даже телевизор есть. Раньше такое можно было получить только за особые заслуги. И то приходилось лет по 10 ждать. Это неправильно, ребят. Телевизор это обалденное средство пропаганды. Вы же это знаете. То есть как это телевизор выдавали за особые заслуги? А пропаганду чем сиять газетами? Так, за мной, Шварц. Ребятки, телевизор, если что, это зло. Это квартира Фрэнка. Здесь семья Шварц проводит большую часть своего времени. Я не понял. Фрэнк может отдохнуть на диване, в гостиной, чтобы перемотать время вперед. Ага. То есть в первой части у нас были пилюли от бессонницы. То есть было экспериментальное средство, которое давало возможность Карлу не спать вообще никогда. Но здесь у нас, чтобы перемотать время вперед, нужно спать. А ночью? Или у нас дни будут проходить, так же, как во второй части. Кстати, наверное, да. Хорошо. Кабинет Фрэнка находится в задней комнате. В принципе, понятно. Так же, наверное, как и в первой части у нас все это было, да? Квартира очень похожа на квартиру из первой части, да. Да и дом типовой, кстати. Офис Фрэнка. В кабинете Фрэнка находится телефон, рабочий стол и секретный почтовый ящик Министерства Комнатные растения. Ага. Телефон можно использовать для входящих и сходящих. За рабочим столом можно писать отчеты, создавать профили или даже шантажировать кого-то. Понятно, опять же, то, что было в первой части. Растения. Пусто. Так. Телефон. Это типа, если позвонить кому-то. Набрать номер. Позвоните Артенду Мюллеру. Чувак. Пи-пи-пи. Похоже, господин Мюллер не у себя. Ну, как бы, да, потому что он здесь. Щелк. Так. Документы. Я думал, нам сейчас шантаж, досье. О, у меня же тут люди живут? Погодите. Там же закрыто все. Ну, ладно, сейчас посмотрим. Вот еще одна часть твоей обязанности. Мы сделаем тебя, управляющим этого дома, арендодателем от государства. Уже лучше. Тут хотя бы рабочий стол есть. То есть, я в этом доме не просто завхоз. Ты будешь заботиться не только о технике, но и о жильцах. И то, и то, и то под твоей ответственностью. Типа и жильцы это. Если кто-то хочет, хоть чихнет без твоего ведома, виноват ты. Если в доме кто-то будет нарушать порядок, виноват ты. Если в доме кто-нибудь будет затевать революцию, угадай, что, виноват ты. Я запомню. Но разве мудрый великий вождь не приказал вести первые реформы? Ввести реформы? Не смеши, тут скоро многое изменится. Твои претензии явно результат этих опасных упадоческих тенденций. Но мы переведем эту страну, переведем эту страну в порядок, и ты нам в этом поможешь. Твоя задача за всем тут следить. В связи с чем я заказал для тебя три камеры наблюдения. Тебе нужно будет незаметно забрать их из цветочного горшка в кабинете. Если нам понадобится что-то тебе прислать, оно также окажется в цветке. Так что регулярно проверяй его. А теперь установи камеры датчики дыма в прачечной котельной и мусорприемнике. Тебе все ясно? Думаю, да. Твоё дело не думать, а камеру устанавливать. Дым. Так, я понял. У Фрэнка есть комнатное растение на рабочем месте. Дохлое. Его часто используют сотрудники министерства, чтобы отправлять Фрэнку важные вещи. Ухаживайте за растениями регулярно, проверяйте, нет ли в нем чего-нибудь лишнего. В смысле ухаживайте, поливать его что ли? То есть теперь тут что-то... Да, теперь тут что-то будет. Это я заберу, спасибо. Камеры, да, используются для наблюдения и могут быть установлены в пожарной сигнализации. Понял. Меночку. Первого, второго, третьего типа и вниз? Вниз это что? А, вытащить, в смысле камеры? Сейчас посмотрим. Нажмите на пожарную сигнализацию, а затем на значок камеры, чтобы установить камеру. Камеру можно убрать, если она нужна в другом месте. Да, это значит убрать камеру. Чтобы удалить ее, нажмите на значок мусорной корзины. Моя твоя, понимать. Я могу? Могу. Бежим. Желательно из этого дома и просто подальше отсюда. Ладно, шучу. Значит сюда. А, понятно. У меня камера только первого уровня, ну в принципе логично, кто мне сейчас дать с хорошей камеры. Вышла ачивочка seems familiar, кажется знакомым. Indeed. Так, хорошо. Поговорить с Сэрнстом. Кстати, а тут? Пусто. хотелось бы какие-нибудь плюшечки. Секретные, что ли. Ладно. Посмотрим. я установил камеры наблюдения. Тогда немедленно активируй режим наблюдения. Нужно найти гражданина, который ведет себя подозрительно и зафиксировать его поведение. Чё ты тянешь? Режим наблюдения. Да, понятно. Вы можете получить четкий обзор всех установленных камер в режиме наблюдения. Здесь вы сразу видите все установленные камеры. Погодите, что-то новое? Нажмите на значок с символом глаза, чтобы... А, все, все, я понял, понял, для чего это. Вы можете выбирать отдельные комнаты, чтобы более внимательно наблюдать за жильцами. Блин, заговариваюсь. Итак, получим информацию. Идет себя странно. А почему идет себя странно? Ну, типа, ирокез, бунтарь, все дела. Ну, а почему странно? Причем, смотрите, тут нет такого конуса, как из-под камеры, а есть... Я понял. То есть, камеры второго, третьего уровня будут давать просто шире обзор вот таким вот образом. Поговорить. Давай. Я зафиксировал подозрительное поведение гражданина. Ну, наконец-то, инструктаж окончен. Кстати, камеры можно демонтировать, если они понадобятся тебе в другом месте. Следи за тем, чтобы все системы в доме были в хорошем состоянии. Своевременно оплатив о счетах и веди дела с умом. Главное, приглядывай за жильцами. Если кто-нибудь будет нарушать правила, спросят с тебя. Что, если откажешь пионом за этими людьми? У нас есть твоя подпись и заявление о согласии, Шварц. Один-единственный мой звонок и ты навеки пропадешь в шахтах. Понятно. Будь послушным винтом в системе. Винтиком. Шварц. Делай, что велено и твоя семья будет в безопасности. Ясно? Думаю, все понял. А если у меня возникнут вопросы, по какому номеру могу с вами связаться? Не звони нам. Мы сами будем звонить. Ну, тварь. Три недели. Ёлки. Забота о семье. Поговорить с Сабиной. Кто ты? Дочь, жена, кто ты вообще? Ким Шварц. Ким, это... Ты сын? Ты дочь? Ким, это... Кимберли или... А, я тут собираюсь почилить. У тебя что-то срочное? Как твои дела, Ким? Как ты, Ким? Устраиваешься понемногу? Куда ты? Все окей. Ты-то сам как? Ну, блин, я не знаю, по голосу вроде... Вроде девушка. Я не могу сказать. Че такое угрюмое? Да вроде девушка. Опять с матерью поссорился? Зато ты похожа в хорошем настроении. Ким, и... Нет, я не ссорился с мамой. Как тебе живешь в сыновной квартире? Нормально, Дэдди. Не волнуйся за меня. Ой, блин, она тоже бунтарка, она Дэдди, она говорит на другом языке. На самом деле, вот заодно вот это, в первой-второй игре вполне можно было уехать очень далеко и надолго. Я не знаю, то ли у нас тут государство немножечко более либеральное, то ли это потому, что наш чувак бывший правительственный служащий, хотя, чертова, я не знаю. Конечно, на старом месте и дом был лучше, и школа, и все. Со мной никто не разговаривает, только косятся странно. Но я переживу, Дэдди, у тебя и так хватает проблем. Как бы нормальный, адекватный, вроде ребенок, понимающий даже, просто посмотрите на этот стиль. Ты уверена? Уверена, да. Ким, эта девушка. Может, я могу что-нибудь сделать, чтобы тебе тут стало уютнее? Ну, скажи мне, Ким, чего ты хочешь? Иногда чувствую себя одиноко. Никто меня не понимает. Вот бы мне питомца. Кошку, пожалуйста. Пожалуйста, кошку, с собакой гулять надо. Ты хочешь завести кошку? Милая, мы это уже обсуждали. Мы теперь живем посреди города, без садов. Нет, нет, не такого большого питомца, скорее маленького и милого. Хомячка или морскую свинку, погодите, а разница? Ну, допустим, хомячка. Попробовать достать тебе хомячка? Это будет непросто, но... Пап, ты что? Я же не ребенок. Я хочу крысу. Необычно. Это не мерзость. Крысы нормальные ребята. Ты у меня такая необычная, Ким. Ты ведь давно понял, что я не такая, как другие девочки. Да, Дэди? Называть папу Дэди... Ну, да. Крысы, классные питомцы, общительные, умные, привязываются к хозяину, просто у многих людей насчет них предрассудки. Ну, пожалуйста, Дэди, мне так хочется крыску. Ну, хоть не собаку, но где я возьму крысу? Вряд ли их продают в зоомагазинах. Кажется, я одну видела она со стиралкой. Да, да, да. Ну, хорошо, допустим. Что? Крысы в прачечной? Кажется, да. А ты сходи, посмотри. Обязательно, если найду такую, которая не будет пытаться меня укусить, отдам тебе. Спасибо, Популь, я это очень ценю. А, вот, кстати, наш подозрительный гражданин. Ты вообще кто? Добрый день. Ёчокак! Это Улярика, это тоже девушка, да? Вайнерст, Вайнерст, ц, ц, Эм, что, простите? Я говорю, как дела? И, ну, пошутить. Дела управ... Это не шутка, это кринж. Страшно. Он пошутил смешно, мне не смешно больше никому, ну ладно. Шутка, топчик. Да, кринж топчик. Меня зовут Фрэнк Шварц, я управляющий арендодатель. А, управдом наш, ну, ништяк. Так что я в том числе отвечаю за аренду, это ответственная работа. Поняла, дядя Мещанин, поняла, от меня ты че надо. Я просто хотел представиться и узнать, все ли у вас в порядке. Ничего не в порядке, все отстой, система дерьмо, но ты не похож на человека, который готов что-то менять. Значит, по вашему систему дерьмо? Как интересно. И что конкретно вас не устраивает? Чувак, я что, похож на дуру, я знаю, что ты стукач. Иди за другими последи, да сведос. А че ты тогда в открытую говоришь, что система дерьмо, если ты знаешь, что он стукач? Ну ладно. Чувак в куртке. Бодрый день. У вас найдется минутка поговорить про нашего бога Диониса, блин? Ладно. Меня зовут Фрэнк Шварц. Что вам мне надо? Могу я задать вам пару вопросов, господин Херман? Магнус Херман. Ну если без этого никак. Я новый управляющий. Да ну, чем докажете? У вас есть какое-нибудь удоверение управляющего? Мы с семьей въехали в квартиру управляющего. Наверняка вы это заметили. Может и заметил. И что с того? Что вам вдруг понадобилось, господин Длинный Нос? Фамилия Шварц. Почему так беспокойтесь? Увиду вас подозрительны. Вдруг вы враг системы. Я не враг системы, я управляющий. Ну допустим. А вы? Я тоже не враг системы. Рады. Да, слушай, чем вы занимаетесь? То тем, то всем. Да, да. Тем и всем, значит, как любопытно. Безработный. Безумно. Ладно, мне некогда, у меня еще сегодня дела. Ну, то он же что тем, то всем занимается. Дела у человека. В принципе, понятно. Дерзость, грубит. Это я сразу же собираю информацию. Блин. Что ты от меня хочешь, урод? Фрэнк Шварц слушает. Детя носит. Я больше не буду бежать к телефону, тварь. Простите, замотался, сделаем подробно. Ладно, раз уж так, тут у нас есть для тебя задание. Ой-ой, но все лучше, чем чистить стиральные машины и мусор выносить, наверное. Да помолчи, да, Шварц. Простите, я не имел в виду, что я же говорил, надо было тебе в шахты. Молчу, молчу, что я должен делать? Поговори с жильцами, завяжи знакомства, ватри с ним в доверие. Когда соберешь сведения о жильцах, создай им профиль, создай их профиль на своей странице и отправь нам, ясно? Хорошо, вы ищете что-то конкретное или мне просто... Ясно. Сообщать обо всем. Ну, видимо, так. Квесты. Есть люди, которые чего-то от вас хотят. Они отмечены символом так-так-так над головой так. Многие квесты даются по телефону. Сотрудники министерства могут поручить вам задания. Ну, что ж. Get... А, тут у нас просто... В квестах время от времени включаются таймеры. Если время квеста и стекло, но вы его не выполнили, то вы не получите награду. О некоторых случаях игра закончится. Ну, мы знаем про такие некоторые случаи. Да. Было. Было. Мы с вами позвоним. Задача завершена. Так, что у нас по квестам? Поговорить с Сабиной, с Александром и Ким. Так, Александ... А, я понял. Там у нас был взрослый сын и маленькая дочь. Тут у нас взрослый... 814 часов. Стой, П? Нет, это профиль. Нету хотки? Так, 19-20 у нас, если что. Мы можем просто жать на паузу, чтобы время не шло, тогда мы можем рассматривать. Познакомьтесь с Элизабет, создать профиль, познакомиться, создать профиль, познакомиться. То есть, двумя я познакомился, с тремя еще надо познакомиться, потом все этот профиль и все это. Так, поговорить с Сабиной, это, наверное, наша жена. Сабина Шварц, да, на них и написано, кстати. Александр Шварц, это у нас получается сын. Ну, поехали. Триндить будем. Ты что, киборг, блин? Что ты хотел, Фрэнк? Как тебе новый дом? Ну, как солнце, обживаешься потихоньку? В этой дыре? А ты как думаешь? Просто ужасно. Ну, милый, неужели все настолько плохо? Стиральная машина отстирывает белье через раз, на стенах плесень, полквартира завалена твоим электронным хламом. То есть, тебе не нравится новая квартира? Нет, она ужасна. Дети тоже бесятся, а мы с Ким постоянно ссоримся, если бы не Александра, я бы уже давно с ума сошла. Но, видимо, придется с этим смириться. Притом, она еще и на первом этаже. По-моему, даже романтично. Романтично? Романтично! Да, в этой дыре может быть романтичного. Напоминает первую квартиру, которую мы вместе снимали. Еще в студенчестве, помнишь? Сразу после свадьбы. Было так мило. Ты же не забыла ее? Там крысы поджал. Конечно, нет, но там та квартира досталась только потому, что мы поженились. И мы устраивали вечеринки, танцевали до утра, пели барийский виски. Так, барийский. Я так понимаю, это та же вселенная и тот же мир. Это прошло какое-то время после второй части и после развала той страны? Или я пока пытаюсь определиться со временной шкалой и с нашим нахождением? Да, да, было здорово. А потом у нас появился Ким. Появилась Ким. С детьми все стало иначе. А сегодня жизнь определяет карьеру, ну, по крайней мере, мою жизнь. Ой, солнце. Не лебези, я и так на нервах из-за твоего увольнения. Кстати, о свадьбе. Ты не забыл, какой подарок обещал мне на годовщину? О, ну, из-за переезда такой хаос, руки не доходили, но, конечно, я помню. И когда я его получу... Фигаси, это у нас немножечко наглое, да, получается? Мне надо сходить, его забрать. Скоро вернусь, никуда не уходи. Шотник, ты, Фрэнк. Это твоя рассеянность меня даже умиляет. Нет у нас подарка, ясно. Киоско. Это у нас магазин. У вас есть разные способы получить предметы. Есть киоско, в котором можно купить легальный предмет. Легальный, понятно. Есть незнакомец, торговец на черном рынке, у которого можно купить нелегальный предмет, он появляется только ночью, где-то рядом с жилым домом. Понятно. Кроме того, в министерстве есть сторож, господин Краузе, который может доставить для вас специальные аксессуары и буфетчица, которая подсластит ваш день едой и напитками. Мы помним, какой был буфет во второй части и какая там была еда. Я не уверен, что это может что-то подсластить нам. Ну ладно, допустим. Так. Счета. Ох, блин, да, есть такая штука. Вы получили свой первый счет в ходе игры. Вы будете получать счета снова и снова. Оптимистичненько, да? Счета необходимо оплачивать вовремя, иначе вы продолжаете государство и игра будет окончена. Спасибо. Знаем такое. Может случиться так, что счета окажутся слишком велики, чтобы вы смогли их оплатить сразу. Постарайтесь накопить больше денег, например, создавая профили или помогая жильцам. Ясно. То есть, сдавать информацию или, ну, как вот обычно, да. Хорошо, мелкий, ты-то чего хочешь от этой жизни? Отец, ты что-то хотел? Как тебе новый дом? Как тебе новая квартира, Алекс? Устраиваешься потихоньку? Нормально, прошлый дом был лучше. Там было больше света, у меня была отдельная комната и друзья. А ты уже с кем-то подружился? Я знаю, что ты скучаешь по старым приятелям. Уже подружился с кем-нибудь в доме? Нет, из детей тут только Ида и Альфред. На втором этаже Ида, Альфред. Понял. Альфред слишком маленький, еще и болит постоянно. А Ида, девчонка, даже в футбол не играет. Как дела в школе? Приходится нагонить программу, тут все гораздо сложнее, чем в прошлой школе. Ты можешь мне объяснить про гипотенузу? Гипотенуза не катит. Ну, в принципе, ладно. Гипо что? Блин, чувак, ты не знаешь, что такое гипотенуза, ну, камон, ну, ты же взрослый человек, ты же работал в министерстве. Ты же не можешь быть таким необразованным. А, Боюсь, я, боюсь, тут я тебе не помощник. Так я и думал. Чем могу порадовать? Что мы могучим гипотенузом? вы поняли. Ой, да ладно, пап, у нас с мамой и так хватает забот. Уверен? Вообще-то есть кое-что? Я слушаю. Помнишь, как мне раньше нравилось играть на трубе? Все твои занятия ушли в трубу! Ладно, шутки за 300. Вот только моя труба поломалась во время нашего переезда. Звук теперь ужасный, какой-то сдавленный. Я на днях видел в ларьке поддержанную трубу. Выглядит почти как новая. Но она, наверное, все равно жутко дорогая. Ну, я посмотрю, что можно сделать. В ларьке он видел, да? Фух. Значит, подарок на годовщину? Без понятия какой. Я получил счет, кстати, а где мне счета? Так, п-р, это любимые директивы, Инвентарь Фрэнка, счет заводу заплатить 160, чтобы подавились на сдохни твари. Это отвратительно. Хорошо, знакомство с жильцами. А, это не 694, я понял, это 69 часов, у меня осталось так. Хорошо, хорошо. Последствия ошибки, конец игры. по-моему, что будет связано с министерством, у нас будет конец игры, все. Наград 100 баксов, молодцы, ребята, забота о семье. Последствия событий неизвестны. Говорит, сделать себе подарок на годовщину. Какой? Так, труба, крыса. Пойдемте. Блин, а ты что-то еще хочешь, да? Правильно, хорошо, что ты здесь. Я хотел кое-что обсудить. А, ну давай, давай, пока мы здесь, да, конечно. Что же, дорогая, семидний бюджет. Из-за того, что тебя понизили до завхоза, в этой деревне приходится прилагать еще больше усилий на своей работе. Я управляющий. Зарплату управляющего куром на смех, на нее не проживешь. Субина, ее не перебивай, Фрэнк. Я вчера поговорил с начальником, он великодушно разрешил мне брать больше дополнительных смен. Откуда не я буду ежедневно вкладывать часть своего дохода в наш семейный бюджет. Взамен рассчитываю, что ты будешь заниматься хозяйством. Что, блин, извините? Ну, теоретически. Каким хозяйством? Как ты, вы... Ну, разве это необходимо? Детям нужна мама. Обычно матери сидят дома с детьми. Это вопрос закрыт с тех пор, как бы ты потерял работу, Фрэнк. На насчет... А что, скажи, пожалуйста, эти дети будут... На что они будут жить? На какие шиши мы будем покупать им одежду, еду, как платить за школу? Не обманывай себя, Фрэнк. Одной твоей зарплаты нам не хватит. Радуйся, что хотя бы у меня остался шанс сделать карьеру. Вот, возьми деньги. Только расходы экономно, никаких лишних трат. Спасибо. Я тебе твой подарок куплю, но твои деньги. Я не знаю, жена мне пока что очень сильно нравится. 50 баксов? Что ты там работаешь, блин, старшим точильником младших храндашей? чувак, с тобой мы уже поговорили. Что за лаги? Осторожно. Так, и... Здро. Здро. Опять вы, что вам надо? Закончить разговор. Ничего не надо. Я думал, что у тебя тут живет кто-то вместе с тобой. А, вот дети, кстати. Здравствуйте, я Фрэнк Шварц. Позвольте представиться, я новый управляющий. Приятно познакомиться. Моя фамилия Векерт. Ну, ладно. Я хотел бы задать ему пару вопросов по поводу квартиры. У вас в квартире все в порядке, госпожа Векерт? Вы всем довольны? Все хорошо, спасибо, что спросили. А тут не будет, кстати, очков авторитета, как это было в первой и второй части. То есть, за что мне покупать камеры? Где мне доставать вообще новую камеру? Мне трех не хватит. Вы тут одна живете? Там двое детей были на входе с Липошара. Нет, конечно, нет. С чего вы взяли? Я живу с мужем и двумя детьми. Ида, Альфред, идите поздоровайтесь с господином Шварцем. Здравствуйте, господин Шварц. Кхе-кхе-кхе. Ты в порядке, парень? Ханто. Платок дать? Спасибо, все нормально. Мам, иди забери мой костюм. А, мам, Ида забрала мой костюм полицейского. Иди, Ада, Ида, Адабы, короче, да. А кто тебе вообще разрешал его брать? Будь папа, он бы тебя отшлепал. Но его тут нет и вернется он не скоро. Разве плохо играть в полицейский? По-моему, очень неправильная игра. Тихо, дети, вы отомляете господина Шварца. Господин Шварц, Альфред у нас простудился. Мы как раз собирались в аптеку за лекарством. Да, дети? Позвольте понять где ваш муж и почему он вернется не скоро. Он в отъезде. Клаус, в командировке. А, значит, в командировке. Нам правда пора идти. Хорошего дня, господин Шварц. И вам, госпожа Векерт. Поправляйся, Альфред. Так, сбор информации. Отлично. Фрэнк может собирать информацию о жителях своего дома, будь то владение предметами, диалогами или заметные действия. Будь то владение предметами, диалоги или заметные действия. Это вот я типа нажимаю и узнаю об этом. Эта информация хранится в профиле соответствующего. Ой, спасибо. Профиль на рабочем месте. Blackmail, это шантаж. Профиль, ясно. На рабочем месте Фрэнк создается профиль. Можно сообщать информацию в министерство. Тоже автоматически. Спасибо. То, что она накапливается автоматически. Получается, познакомиться и познакомиться. Еще с двумя познакомиться надо. Пойдемте, знакомиться будем. Четвертая квартира. Главное, тут не перепутать. То случайно начну вламываться, а там кто-то будет. Это будет не очень хорошо. Я показался у него за спиной просто катана. Он такой, как самурай. Добрый день. Господин Хенкер, верно? А ты кто? А новый управляющий Фрэнк Шварц. Рад знакомству. А, новый управдом. Добро пожаловать. Надеюсь, ты придержишься дальше, чем прошлый парень. Вы не знаете, куда он делся? А, вы не знаете, куда он делся? На мусоровозке его укатил. В смысле? его арестовали? Нет, блин. Случайно выбросили при генеральной уборке со всеми вещами. Да. Ясно. А ты смотри в оба. Тут полно доносчиков. Вот как? Правда? Почему вы так думаете? Ну, предшественника твоего как-то ночью забрали. Никто не знает, за что, но можно догадаться. Это уже не первый человек, который исчез. Никому нельзя доверять. Ладно, что-то я разболтался. Увидимся. Насчет разболтался, да, согласен. Познакомимся. Давай еще с тобой познакомимся. Два. Я так понимаю, что... О-о-о! Привет. Разрешите представиться. Добрый день. Я новоуправляющий обхожу лицом, чтобы познакомиться и... О, какие люди! Фрэнк? Фрэнк Шварц? Что ты тут делаешь? Блин, это мы знакомые, что ли? А мы разве знакомые? Фрэнк Шварц? Еще бы, конечно, знакомые. Вальтер Булхаузер. Булка! Что-то не припомню. Фрэнк, дырявая твоя башка, мы работали вместе давно, еще в архиве. Вспомнил? Ну, конечно, Вальтер Булхаузер из архива... По-моему, он не вспомнил. Тебя прям не узнать, ты довольно сильно изменился. Скажи уж честно, растолстелаешь, что с того? Небольшой животик украшает мужчину, это признак достатка. На что ты тут делаешь? На что ты тут делаешь? Я тут управляющий, слежу за домом, так что, если вдруг будут какие-то проблемы... Проблемы? Да нет, все в порядке. Отопление иногда барахлит, но в целом я доволен, да и аренда дешевая. Ну, надо же, какое совпадение, поселились в одном доме, а тут еще и управляющий. Чудные дела. Действительно, вот так совпадение. А ты чем сейчас занимаешься? Все так же в архиве? Оттуда я давно ушел, сейчас сотрудник отдела внутренней безопасности, работаю над реформой, а в свободе передвиж... Я понял. Ну, как интересно. Расскажи как-нибудь подробнее. Ты чувствуешь этот запах? Я не знаю, я сижу за компьютером, я не знаю чувства запахи. Ладно, пахнет вкусно. О, какой аромат, что готовишь? Нет, вовсе не аромат. О, нет, моя тыквенная запеканка горит. Надо бежать, еще увидимся. Все, мы со всеми познакомились. Надо составить рапорт, у нас на этой есть 66 часов, также, я не знаю как... А, вот есть сохранить игру, между прочим. Сохранено, отлично. Тогда давайте на этом моменте заканчивать. Мы понабирали задание, и нам нужно будет сделать все для нашей семьи, нам нужно будет посоставлять рапорта. Мы вроде как со всеми жильцами познакомились, насколько я понимаю. Ну-ка, дальше, выше. Блин, там... А, нет, те две квартиры пустые, да, вот. Я не понимаю, что за пролагивание. Кстати, игра обновилась буквально за 5 минут до того, как я начал записывать. Возможно, что-то где-то как-то устаканивается. Ладно, ребятушки, говорите, что вы думаете, как, где, что. Вроде как что-то похожее, вроде как что-то новое. Я очень надеюсь, что это путешествие будет столь же интересно, как и предыдущие две игры. Я в предвкушении, я в ожидании. Мне пока все очень нравится. Надо было, наверное, нажать на паузу, но неважно, я сохранился, значит, меня, наверное, загрузит с того момента, где я сохранился. Я очень надеюсь. Пока что на этом все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, поправа. Всем молодушек и всем покеда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok